Доброе утро, дорогие друзья! Может ли куст пчелы или пчелы заменить фитнес для лица? Об этом мы сейчас немножко поговорим. Об этом мы поговорим с нашим фитнес-тренером, точнее, тренером по фейс-фитнесу Натальей Дичковской, которая появилась в нашей студии. Наташа, доброе утро! Доброе утро! Но прежде чем мы... Неожиданный вопрос. Да, прежде чем мы об этом поговорим, мы вам сейчас покажем видео, его надо посмотреть. Новый экстремальный рекорд становил житель Торонто Хуан Карлос Ортис. Он более часа смог просидеть в специальной прозрачной камере со ста тысячами пчелами внутри. Кошмар! Ужас какой! Чтобы удерживать насекомых на голове, на макушку рекордсмена прикрепили их к королеву. Кроме специальных зажимов для носа и беруш для ушей, никаких специальных средств защиты у мужчины при себе не было. В таком положении канадец просидел 61 минуту и 10 секунд. Предыдущее достижение принадлежало жителю Китая, тогда мужчина смог высидеть 53 минуты. У меня только есть один вопрос. Зачем? А у меня вопрос. А вот, ну, они же могут заползти там в нос, например. Я не совсем понимаю, они кусают его или они просто по нему передвигаются? Они вьют гнездо себе там, по-моему. Кошмар, говорит. Наташа, тебе понравилось, нет? Ну нет, мне тяжело на такое смотреть. Я не помню, как называется эта фобия, но она как-то называется. Когда я вижу таких кишащих насекомых... Ах, ты у меня муж боится паучка, а я так люблю ему принести его. Паучков я люблю. Они же не кишат. Если бы они кишели, наверное, я брогу. Мы тратим время, заряд. Ладно, давай будем делать зарядку для нашего прекрасного лица. Мы сегодня будем поднимать веки. Поднимите мне веки. Гоголь. Это, кстати, проблема, с которой рано или поздно сталкиваются практически все, опять-таки, виновен. И мужчины, и женщины? Нет, мужчины природа обошла, они не стареются. Сила притяжения на них не распространяется, только на женщин. Нет, но это было бы уже совсем несправедливо. Разумеется, со временем мышцы слабеют, особенно кольцевая мышца глаза, и верхний век начинает постепенно опускаться на нижний. Это приводит к ухудшению зрения. Люди пытаются скомпенсировать это неудобство, поднимая брови, тем самым пытаясь поднять себе веки. Образуются заломы на лбу. В общем, для того, чтобы взгляд всегда был распахнутым, верхняя века не нависала над нижним, нужно сделать ряд нехитрых действий. Во-первых, когда мы утром просыпаемся, для того, чтобы снять вот эту вот отечность, помочь взгляду открыться, очень хорошо большими пальцами сверху пройтись, под глазничной костью, и средними пальцами снизу. Да, продавить вот так вот три раза. Средними пальцами. Да. Снизу средними пальцами, чтобы не растягивать кожу, все-таки большие пальцы сильные очень. И вот так вот три разка, именно под кость, под глазничную кость мы пытаемся надавить. Можем прохлопать. И перейдем непосредственно к выполнению упражнения. Что нужно будет сделать? Нужно будет положить указательные пальцы на ресницы, прижать уголок глаза к верхнее веко, к нижнему фактически, и из этой позиции пытаться открывать глаза. Это не будет удаваться сделать. А уголок придавить внутренне и внешне? Мы делаем вот так вот. Верхнее веко мы придавливаем к нижнему. И ресницы. И пытаемся вот так вот открывать глаза 10 раз. То есть если сейчас крупно показать, видно, что у меня двигается зрачок. Все очень хорошо двигается. Да. И вот так вот 10 раз мы делаем. Это тяжело, потому что приходится преодолевать сопротивление. Чувствуется сразу, как поработала вся вот эта вот верхняя часть кольцевой мышцы глаза. Делаем 10 раз. После того, как вы уже наловчитесь, стоит делать два подхода по 10 раз. Это очень здорово укрепляет верхнюю часть мышцы. И тем самым подтягивает веко, если оно уже немножечко провисло. И является профилактикой провисания в случае, если провисания еще нет. И заканчиваем все пальчиковым душем. Да, это никогда не лишнее или немножечко ноготками. Все, взгляд открыт, глаза блестят. Можно идти на работу красивый, довольный, счастливый и очень-очень молодой. Спасибо, Наташа. Здорово, хорошее упражнение. Глеб, ты должен был попробовать, потому что у тебя глаза не накрашены. Ты это будешь делать сейчас в перерыв. И хорошо, что у меня глаза не накрашены. Поэтому очень рад. Наталья Дичковская была у нас с ней в студии. Наш инструктор по фейс-фитнесу. Мы продолжаем, друзья.